Доброе утро. Ой, а ты чего так рано? Сегодня же выходной, мог бы отоспаться. Да, чего-то не спалось. Какие планы? А Лера спит еще? Конечно. Я вот подумала, может быть, нам маечку пригласить к обеду? Пора нам уже поближе познакомиться. Я же Митяя помочь обещал. Все, проспал. Мне идти надо. Термос! Термос возьми! Гастрит! Впрочем, до свадьбы заживет. Мои выходные воскресенья. Всякие там массажи, латесы и так далее. Так, куда мы руки тянем? Игрушки кто не убрал? Помоги брату. Видишь, конечно, тоже не украли. Митяя, что мне делать теперь, а? Успокоиться. Это абсолютно адекватная, нормальная ситуация. То, что произошло у тебя с Лерой, это нормально. Ты мужчина. Она женщина. Она ходит около тебя в душ, в полотенце. Это инстинкты. Это нормально. Майя высокие чувства. Она далеко. Да. Я прекрасно понимаю, что есть женщины, на которых женятся. А есть те, с которыми так. Ну, до фанатизма не надо доводить это. Я люблю Майю. Это хорошо. Значит так, Майю в охапку. От Леры избавляйся. С двумя мутить не получится. Это очень сложно. Во всем нужна гармония и справедливость. Ты завтракал? Нет. Лерочка. Доброе утро. Доброе утро, Алла Даниловна. Я все сделала, как мы договаривались. Костик больше не любит Майю. Он заинтересовался мной. Да? Лерочка. Твоя помощь, она мне больше не нужна. Спасибо тебе большое. Ты можешь возвращаться домой. Лер, ты должна съехать от нас. Чем скорее, тем лучше. Я могу сказать такси. Я знаю номер недорогого такси. Я найду, ты пока соберись. О простынях не беспокойся. Я сама все поменяю. Я понял. Главное – это действовать. Спасибо тебе. Главное – это предохраняться. Аллочка Даниловна. Ой, Лерочка, ну в чем дело? Вещи не собраны. Сейчас придет машина. Тебе лучше собираться. Аллочка Даниловна, я вас просто умоляю, не выгоняйте меня на улицу. Я вас очень прошу. Мне же вообще некуда идти. У меня просто нет никого. Дайте хотя бы два денька. Я билет до Волгограда куплю. Вы же такие добрые, интеллигентные, хорошие. Я же с вами совсем другим человеком стала. Пожалуйста, не выгоняйте меня на улицу. Ну, я не думала. А тебе что? Тебе совсем некуда деваться? Вообще некуда. Ну, хорошо. Ну, конечно. Оставайся. Ой. Нет, ну, буквально несколько дней. Да, да, спасибо. Я же все сделаю. Посудовым и квартировым. Я же в магазин схожу. Все приготовлю. Я же понимаю, доброту надо отрабатывать. Я… Хорошо, я отдам список. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Не сейчас. Май, нам нужно немедленно уехать. Я сейчас не могу. Хорошо, давай завтра. Завтра на работу. Да плевать на работу. Прости, меня зовут. Ты завтра заедешь со мной? Да не нужно идти на работу, понимаешь? Не нужно. Прости, меня зовут. Все. Целуй, целуй. Пока. Лер, я хотел извиниться за вчерашнее. Ты мне многое помогла понять про меня, про Майю. Спасибо тебе огромное. И если что, прости, пожалуйста. Да не волнуйся ты так. Я одни высчитывала, ничего не будет. Нам еще беременности не хватало. Лер. Ладно, ладно, ладно. Лер, ну не надо. Тихо, тихо. Лер, ну прошу тебя, ну не надо. Доброе утро, милая. А сколько времени? Господи, Лер, что же я наделал? Что? Ты же понимаешь, этого не должно было быть. Да, конечно, понимаю. Прости меня. Ты что-то так запариваешься. Я же ни на что не претендую. Мне не важно, будешь со мной или нет. Я просто хочу, чтобы ты был счастлив. Не понимаю. Ну я просто хотела доставить тебе удовольствие. Ты вчера был такой несчастный. Прости, я не думала, что для тебя это так серьезно. Это ты меня прости. Главное, что тебе было хорошо. Я посплю еще, ладно? Ну, ладно. Костя, Костя, ты в своем уме? Нет, сейчас послушай меня. Мне не надо звонить в пять утра, понял меня? Ты маньяк. Ты чертов извращенец. Слушай, мне наплевать разбираться со своими телками сам, понял? Я не хочу слушать о твоей личной жизни, потому что она снится мне уже. Все, не звони мне больше ста грамм. Кто звонил? Да это Костя. А ты что встал? Да Машка просто на спить хочет. Да? Давайте. Давайте. Возьмите, Маруся, покорми еще раз. Не сомневайтесь. Так что, не на работе? Не понимаю, как теперь и Майю в глаза смотреть. Ты прости, что разбудил. Да ладно, я на тебя тоже наорал. Все съел? Молодец. Ты понимаешь, Лера, она мудрая. Да? Она все понимает. Ну, женись тогда. На ком? Костя, давай ты сам разберешься со своими женщинами. Женщины, они как лошади. Понимаешь? Ты прав. Я знаю, что делать. Да, поняла. Сейчас. Привет. Здрасте. Привет. Привет. Помочь? Не надо, я сама. Ой, подожди. Ты чего? Соломинка. Соломинка. Майя, привет. Я чуть не опоздала. Ты что, не мог позвонить? Прости, я проспал. А что, Лера тебя не могла разбудить? К черту, Леру, к черту всех. Куда ты хочешь поехать? В Питер, Петерков? Там очень красиво. Я сегодня же покупаю билеты. Что хочешь, говори родителям. Но мы едем. Очень смешно. Майя, ну, а что нам остается делать? У меня дома тетя и Лера. У тебя родители. Куда нам деваться? Ну, вообще-то, мои родители на месяц уехали с дядей в Нью-Йорк. На его премьеру. А сестра улетела в Питер и будет послезавтра. Так что ж ты молчишь, а? Тогда я приду к тебе сегодня? Конечно. Добрый день. Пожалуйста, проходите. Ничего не говори. Я все решила. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Э! Что такая гордая-то? Что, дальше носа своего не видел? Ты что, припелся? Я сказала, что сама позвоню, нет? Лера, ты мне мозги не полоскай. Давно б с этой старухи бабла спилили, да и нормально бы было все. Ты говоришь, у тебя план, племянничек там какой-то, да? Мажорчик ты этого разведешь, да? Пополни. И что? Сколько времени прошло? И где бабло? Что мажор? Ну, значит так, послушай меня. Все, отбой. План отменяется, я ничего делать не буду. В смысле? Жалеет он меня, понимаешь? Жалеет. Он хороший человек, ты вообще знаешь, что это такое? Это как сказка, благородный. Тебе в детском саду сказки читали? И что? Да ничего! Не буду я их обманывать. Лера, ты что, забыла, что ли, что мы с тобой одни против всех? Ты забыла? Ты меня что, кинуть хочешь? А? Я ничего делать не буду. Слышь ты, отца, охранника своего забыла. Кто тебя от Сеньки черта спас, да? Ты моя! Все я сказала. У меня новая жизнь, новая, понял? Ты дура! Ты моя! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Как хорошо. Пожалуйста, передай вот это вот Маечкиной маме. Это чернослив в шоколаде. Ты ведь едешь к Маечке, и пусть Маечка заварит тебе травки завтра утром. Вот тут инструкция. Ой, ну такая хорошая девочка. Такая чудная семья. Да, жениться надо именно на таких девочках. Из той же детской, из той же песочницы. Она же тебе не нравилась. Да ну что ты! Ну совсем наоборот. О боже, Лера, что с тобой? Ну-ка сядь. Я кажется, заболела. Да у тебя, наверное, сорок. Ну-ка горло покажи. О, кошмар, Бордова, это явная ангина. Так, с сегодняшнего дня у тебя будет отдельная посуда. Чашка, тарелка, приборы. Все, иди в комнату. Не хватало еще только, чтобы мы с Костиком заразились. Срочно спать и лечиться. Тарелка, бортова. Срочно спать и лечиться. Срочно спать и лечиться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Наташ, все пропало. Что случилось? Сейчас приедет Костик, а я вся испачкалась, и мясо у меня сгорело. Так, соберись. Приведи себя в порядок и побыстрее. Ага, хорошо. Я, конечно, все понимаю, но ты совершаешь ошибку. Наташ, ну я живо люблю. Это тебе так кажется. Ладно. В общем, когда тебе будет плохо, я тебя пошлею. Так, все, потом поговорим. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Привет. Привет. Заходи. Я ничего не успела. А мне ничего не надо. Кроме тебя. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ой, доброе утро. Доброе. Как температура? Садись. Я совсем разболелась. Горло болит ужасно. Нет, ты не можешь разболеться здесь. Ты же собиралась уехать. Алла Даниловна, я вас очень прошу. Я уже объявление развесила и по поводу работы, и по поводу квартиры. Я уеду, как только смогу. Лера, я не пожирательница больных детей. Но я настойчиво прошу тебя выздоравливать поскорее. И пожалуйста, пользуйся только выделенной тебе посудой. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Я не могу поверить, что это произошло. Мы подали заявление в ЗАГС. Запомни этот день. Когда-нибудь все влюбленные будут называть его твоим именем. Это как сон. А как же я папе скажу? Так, ничего не бойся. Я сам скажу. Я скажу ему, что люблю тебя. И готов быть с тобой всегда. Я тебя не узнаю. Ты так изменился. Да. Я изменился. А может, нам уже не скрываться? А прямо сейчас вместе заявиться в офис. Ага. Я вот так руку наверх подниму с кольцом. И пусть все попадают. Давай. Пойдем. Подожди. Лучший сюрприз. Организуем свадьбу. И тогда такой праздник устроим. Точно. Это будет, наверное, лучше. Пойдем. Здрасте. Здравствуйте. Ты. Что-то Леры сегодня не видно. Лера приболела. Костик, поедите и дашь сейчас лекарства, апельсинки покупать. Да? А чего ты улыбаешься? Да просто потрясающе. Значит, эта курица у него живет, а ты молчишь. Наташ, ну у нас и так все с ним прекрасно. Костик даже мне… Смотри, кольцо подарил. Неплохо. Знаешь, Маечка, у меня все руки кольцами унизаны. Но для меня это кладбище. За каждым из них ссоры с мужем. Вот. Это вот он полгода не хотел на работу идти, которую я нашла. Хоть зарплата там в два раза выше. Вот. Измена с секретаршей. Вот это его ссоры с моей мамой. Так что, видишь, кольцо – это еще не повод для счастья. Ну ладно. Ладно, ладно. Иди сюда, расскажи мне, что вообще было вчера. Ну… Алёк, а где Лера? Лера уже спит. Мои руки и за стол. После всех твоих гулянок тебе необходимо восстанавливать иммунитет. Я заварила тебе специальную смесь. Алёк, подожди. У меня есть новость. Хорошая. Присядь, пожалуйста. Присядь, присядь. Алёк, мы с Майей подали заявление в ЗАГС. Я понимаю, она тебе не нравится. Но это моя жизнь, и я принял решение. Обратной дороги – нет. Милый мой. Это замечательно. На какое число назначена свадьба? Через месяц. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Пожалуйста, я очень тебя прошу, не надо играть в благородство. Надо бороться за свое счастье против этой циничной, бессовестной амантюристки. Ну, я имею в виду, конечно, Леру. Я и сама буду действовать. Спасибо. Я подумаю. Ну, не затягивай с этим. Да, прямо сегодня подумаю. До свидания. До свидания, Маечка. О, Майк, привет. Садись на заднее. Доброе утро, Лер. Доброе утро. Тебе уже лучше? Да. Обычно я там сижу. Правда? Ой. Так, девочки, не ссорьтесь. Поехали уже. Привет. Доброе утро. Отлично выглядишь. Лерочка, дорогая, ну, наконец-то выздоровела. Мы тут все по тебе соскучились. Лерочка, привет. Ой, здравствуйте, Леонид Сергеевич. Я все это время без тебя был, как без рук. Макс, иди работай. Пойдем, пойдем скорее. У меня для тебя гора бумаг. Хорошо. Сейчас все сделаем. Вот. Пожалуйста. А я вижу, ты тоже рада, что Лерочка вернулась, да? Не хочу быть предвзятой. Предвзятой? Майя, ну я же все видела. Пришли сегодня в офис, как шведская семья. Но помни, что рано или поздно один остается третий лишний. О чем ты говоришь? Какая шведская семья? Ну ладно, прости. Ну согласись, без этого довеска было бы лучше. Она меня дико раздражает. Я вообще не понимаю, сколько она еще будет жить у Костика. Ну вот. Нужно брать ситуацию в свои руки. Так, что там Лере нужно? Однушку возле метро, комнату. Какой хороший выбор. Угу. Так, слушай, вот это нужно Лере дать. И так, не на почту, а в руки. Чтобы не сказала, ящик не открывала, не видела. Точно. Отправляй на принтер, а я пойду заберу. Угу. Давай. Как хорошо, что я на работу вышла. Мне все так рады. От одного этого поправишься. Есть еще небольшая слабость. Ничего, ничего. Скоро все пройдет. Ты пей, это очень помогает. Лера. Я тут несколько вариантов квартир для тебя нашла. Есть и комнаты. Далековато, правда, отсюда, но ничего. Есть же метро. Угу. Как здорово. Спасибо. А можно с этой квартирой подождать хотя бы недельку? А то я пока болела, все деньги на лекарства потратила. Мне бы зарплату получить и переехать. Да наверняка можно. Если что, я помогу. Спасибо. Ребята, вы так обо мне заботитесь, так помогаете. Ладно, я пошла. Мне Ленечка велел бумаги разобрать. Мой. Мой. Ты улочка. Я просто думаю о нас. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Вера, как удачно. Слушай, я как раз насчет квартиры уточнила. Они, конечно, подождут, но тебе нужно будет прислать свою копию паспорта. Ой, вот с этим как раз проблема. Никак не могу его найти. Прямо как сквоземлю провалился. Сама куда-то запихнула и сама же не могу найти. Там только данные нужны. Ты знаешь, я недавно его меняла и номер как-то не запомнила. Слушай, так в отделе кадров твои данные точно должны быть. Понимаешь, меня пока официально не оформили. Леонид в курсе, но это между нами. Ладно, я пойду, а то у меня работы полно. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Да нет тут никого. Что стряслось? Ты беременна? Тише, говорю же. Да, быстро вы все успели. Переспали-то все пару раз. Вот, успели. Знаешь, нужно сделать еще один тест, нужно два. Это уже третий. Все показывают одно и то же. А что, Костик? Я пока ему не говорила. Я просто в последнее время так нервничаю. Ну да, беременные всегда нервные бывают. Как я слышала. Наташ, я боюсь. Так. Значит, мы обязательно что-нибудь придумаем. Ты не раскисай, поняла? Угу. Все, пойдем работать. ПОДПИШИСЬ ПОДПИШИСЬ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я думаю, тебе надо вернуть ему кольцо. Почему? Можешь просто всем ему рассказать? А ты что, ничего не понимаешь, а? А, ты хочешь, чтобы он сбежал еще быстрее, да? Даже его тетя тебе уже советует избавиться от этой Леры. Да при чем тут Лера? Прости. Как при чем? А, от тебя он уже получил, что хотел, да? Да, скорее всего, и Леру уже оприходовал. А ты давай, продолжай, продолжай любоваться колечком. Майя, почему ты такая бесхарактерная? Тут же все совершенно очевидно, понимаешь, Майя? Майя, а я тебя ищу. Завтра у тети день рождения, и она ждет тебя в гости. То есть нас. Хорошо. Да, там Лере плохо стало, я ее домой отвезу. Окей? Конечно. Все, на связи. Угу. Я же говорила, а? Ну, ничего. Что, он ее довезти не может, что ли? Не знаю. Останавливай, а то твое время. Что-то случилось? Да тошнит что-то. Пройдусь лучше. Меня в детстве тоже укачивало. Помню, с родителями как-то поехали на экскурсию по Пушкинскому Крыму. Так я чуть не умер, пока по горам ехали. Вообще, экскурсии не помню. Меня вообще-то не укачивает никогда. Да. Дело в другом. В чем? Я беременна. Как это? Ну, как обычно. Ну, ты не волнуйся. Я вообще говорить не хотела. Просто подумала, это нечестно будет. Подожди. Ты же сказала, что ничего не будет. Ты дни высчитала. Да ты не думай. Мне ничего от тебя не нужно. Это мой ребенок. И мне не нужно, чтобы ты, как порядочный, теперь на мне женился. Я поеду в Волгоград. И там воспитаю мальчика. Представляешь, я прям чувствую, что это мальчик. Я уже в магазинчиках была у детских. Там такие чепочки смешные. И коляски обалденные. На больших колесах. Узнала там, какие памперсы самые удобные. Бутылочки. Все так интересно. Надо еще книжки почитать. Лер, ты иди. Мне по делам съездить надо. Слушай, а ты не мог бы по дороге апельсинов купить? А то меня токсикоз замучил. А апельсины спасают. Да, да, конечно. Хорошо. Митяй, скажи, что мне делать? Сядь. Раньше думать надо было. А, не говори ничего. Если ты уже выбрал любимую женщину, будь добрый. Избавь ее от унижений и лишних детей. Предохраняться надо было. Тебе что, 17 лет? Да я не знаю, что мне делать. Ничего ты уже не сделаешь. По-любому будешь подонок. Оставишь ее с ребенком подонок. Скажешь, делай аборт подонок. Бросишь мою подонок, еще и кретин. Любимую женщину променяешь на непонятную девку. Ну, что ты киваешь-то сидишь? Кивает он. Решение принимать надо. Если ты будешь носить ей апельсины, она никогда от нас не уедет. Уедет. Скоро уедет. Она спит? Да. Ал, я тебе умоляю, только не ругай меня. Постарайся мне помочь. Потому что я не знаю, что мне делать. Лера беременна. Ну, так женись на ней. На ком? На Лере? Ну, я Майю люблю. Как ты мог? Как ты мог? Когда у тебя такая хорошая девушка, Майя, вы даже подали заявление в ЗАГС. А вот надо было женить тебя на вот этой вот подзаборнице. Иди спать. С глаз моих долой. Ну, ты же поможешь мне. Естественно. Тихо, тихо, тихо. Значит, ты даришь цветы. Ну, а ты так-то духи. Давай. Майечка, Костик. С ним рожденял, Даниловна. Спасибо. Вы прекрасно выглядите. Боже, какая красота. Это мои любимые цветы. Майечка сама убирала. И еще небольшой сюрприз. Что это? Боже. Это мои любимые духи. Спасибо. Спасибо. Можно я вас сфотографирую? Ну, конечно. Костик, иди сюда. Так. Улыбаемся. С подарками. Есть. Спасибо. Так, ну что, Альчик, нам на работу пора. Я вас провожу. Конечно. А Лера не едет с вами на работу? Так она вроде опять болеет. А, ну да, болеет, конечно. Спасибо за цветы, спасибо за духи. Значит, вечером празднуем. Майечка, ты обязательно приходи. Спасибо. До свидания. Все, мы побежали. Я не пью из этой чашки. Никогда. Ты вообразила себя здесь хозяйкой? Нет, ну в доме уже стало просто невозможно находиться. Повсюду валяются твои вещи. В ванной комнате твое полотенце, твоя щетка для волос. А тебе некуда уже одеться просто. Я требую, ты слышишь меня? Я требую, чтобы ты уехала. Здесь дураков нет. И не надо нас шантажировать вот этой своей якобы беременностью. А если ты будешь продолжать настаивать, я перепишу свое завещание, и Костик не получит ничего. И его родители сделают то же самое. Я же знаю, что тебе нужно. Квартира в Москве, но ты ее не получишь. Уезжай немедленно. Или я вызову не такси, а милицию. Никуда я уезжать не собираюсь. А вы, если хотите, можете вызвать свое недорогое такси и поехать куда-нибудь проветриться, прогуляться. А за меня не беспокойтесь. В чем дело? Ты не слышала? Я вызову милицию. Во-первых, вы, вероятно, имели в виду не милицию, а полицию. Во-вторых, это квартира Костика. И вы здесь, как я понимаю, не прописаны, а просто живете. У вас ведь своя квартира имеется. И вы дворять меня отсюда просто не имеете никакого права по закону. А в-третьих, у меня к вам встречный вопрос. Хотите ли вы, Алла Даниловна, чтобы Костик и Майя узнали, что вы устроили? Как вы обманывали всю дорогу? Как разыграли мой приезд, чтобы их развести? У меня, кстати, и записи имеются для доказательства. Хотите послушать? Ты мне помогаешь, я тебе. Ты не забыла, что твоя мама моя аспирантка? Да, я так и сказала. Нам надо еще тебя на работу Костику устроить. На работу? Так я же не умею ничего ей, разве что по уборке. Пустяки придумаем, что-нибудь наше бы чаще виделись. Нам надо его хорошенько растормошить, чтобы он увидел, что на свете много женщин, кроме этой его дурочки из работы. А что это вы так побледнели, Алла Даниловна? Может, вам травы попить или прилечь? Поняли теперь, что со мной лучше не ссориться. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА